Привет, вы на канале Trusty, и сегодня мы разберемся, что такое USDT, каковы преимущества и недостатки этого актива, какие есть разновидности USDT, и как его правильно хранить, покупать и продавать. Что значит Stablecoin USDT? United States Dollar Tether. Это токен, который относится к виду стейблкоинов, то есть токенов, цена которых имеет стабильный курс и не подвержена резким колебаниям. Первые USDT были выпущены еще в 2014 году. Токен является одним из первых стейблкоинов на крипторынке, он также самый большой по капитализации на сегодня. Эмитентом USDT является компания Tether Limited со штаб-квартирой в Гонконге. Как работает Tether? Согласно документации компании, обращение токенов USDT декларируется как следующий цикл. Пользователь, который может быть как физическое, так и юридическое лицо, вносит фиатные средства в долларах на банковский счет компании Tether Limited. Компания имитирует токены в эквиваленте 1 доллар 1 USDT и сужает пользователю USDT в эквиваленте его суммы американских долларов. Пользователь может совершать с USDT все операции, как с криптовалютой. Хранить, рассчитываться, передавать или обменивать на другие криптоактивы. В случае, если пользователь возвращает токены USDT на депозит эмитента, то компания сжигает их и возвращает вышеуказанному пользователю доллары США. Надо отметить, что и при эмиссии, и при возврате токенов компания Tether Limited взимает комиссию. Преимущества и недостатки USDT Tether это токенизированный доллар США, поэтому он обладает такими же функциями, как и бумажные купюры. Анонимность, стабильный курс, высокая ликвидность и возможность быстро купить или продать. Стоит отметить, что USDT прост в работе, доступен на разных блокчейнах и позволяет совершать мобильные переводы средств между людьми, независимо от местонахождения. Необходим лишь доступ к интернету. Для транспортировки больших сумм средств не нужны чемоданы бумаги, а достаточно мобильного телефона с криптокошельком. USDT является своего рода мостом между фиатным миром и миром криптовалют. Для трейдеров это самый удобный способ зафиксировать прибыль. Ну, или убытый, тут уж как у кого получается. Несмотря на столько полезных функций и особенностей USDT, это его использование носит определенные риски, так как с активом связано много критики, обвинений и подозрений. Основными недостатками стейблкоина являются его централизованность и цензурируемость. По умолчанию смарт-контракты USDT имеют возможность заморозки токенов на адресе владельца кошелька. Заморозить токены может эмитент USDT, то есть владелец смарт-контракта, которым является частная компания Tether Limited. Недавний пример такой заморозки связан со взломом платформы Polynetwork белым хакером и похищением криптоактивов в эквивалентстве на сумму более чем 610 миллионов долларов. Сразу же после взлома представители Polynetwork обратились к компании Tether с просьбой о заморозке покищенных 33 миллионов USDT. Данная просьба была выполнена и 33 миллиона USDT были заморожены. По мнению экспертов, централизованность и цензурируемость USDT может способствовать манипуляциям на крипторынке. Например, прокуратура Нью-Йорка в апреле 2019 года подала судебный иск к аффилированным компаниям BitFenix и Tether. Например, прокуратура утверждала, что за счет заимствования средств из резервов Tether биржа BitFenix покрыла свой убыток в размере более 850 миллионов долларов. Судебная тяжба была урегулирована. Стороны пришли к соглашению, что Tether обязуется выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов, а также возьмет на себя обязательство предоставлять ежеквартальный отчет о состоянии своих резервов. Что ж, весьма интересный кейс. Будем следить за развитием событий далее, а сейчас перейдем к классификации USDT. Виды USDT. Самый первый USDT был выпущен на блокчейне Биткоина и назывался USDT-only. На данный момент Tether выпускается аж на 8 блокчейнах, и наиболее популярные это блокчейны Эфириума и Трона. Важно знать, что токены с одного блокчейна нельзя отправлять на адреса другого. USDT-омни – это Tether на блокчейне Биткоина. Как я уже говорил, это самые первые токены USDT, которые были выпущены. Они имеют ряд преимуществ, среди которых защищенность и устойчивость самой сети Биткоина. Однако, ввиду медленных транзакций и высоких комиссий, в последнее время мало пользуются спросом. На сегодня доля USDT-омни составляет всего 1,46% от общей эмиссии токенов. USDT-ERC20 – это тезер на блокчейне Эфира. В 2018 году, когда комиссии на блокчейне Биткоин выросли во много раз, токен начали выпускать на протоколе ERC20 поверх блокчейна Эфириум, что стало гораздо выгоднее с точки зрения комиссии сети. Также существенно увеличилась скорость транзакций. Сейчас количество USDT-ERC20 составляет 47,6% от всей эмиссии. USDT-TRC20 – это тезер на блокчейне Трона. Тезер на Троне начали выпускать в апреле 2019 года. Технический стандарт TRC20 на блокчейне Трон схож со стандартом ERC20 на Эфириум. Благодаря очень низким комиссиям в блокчейне Трон, этот вариант USDT становится все более популярным. Количество USDT-TRC20 составляет 50,17% от всех токенов USDT и постепенно растет. Оставшиеся 0,77% выпущены на других, менее популярных блокчейнах. Как хранить USDT? Так как USDT является токеном, хранить его можно на криптовалютном кошельке или на бирже. Однако не забывайте, что хранение активов на централизованных площадках добавляет много дополнительных рисков. Как купить USDT? Купить USDT можно на криптобиржах, обменниках или криптокошельках. На примере кошелька Trusty Wallet мы разберемся, как это сделать. Откройте кошелек и перейдите на вкладку «Обменник». Укажите валюту, за которую покупаете USDT. Например, украинские гривны, российские рубли, доллары или криптовалюты. Теперь укажите тип тезер, который покупаете – USDT ERC20 или USDT TRC20. После этого выберите метод оплаты – банковская карта, расчетный счет или другой. Следующий шаг – нажмите на кнопку «Укажите детали» и напишите сумму покупки USDT или валюте покупки. Далее необходимо заполнить платежные реквизиты, после чего выбрать наиболее подходящий обменник среди предоставленных вариантов. Обратите внимание на условия работы обменника – P2P, Worldwide или наличие KYC. Внимательно проверьте корректность введенных данных, сумму, которую вы получите, курс и комиссии. Нажмите кнопку «Подтверждаю», а затем подтвердите платеж в своем банке. Как перевести USDT в фиат? Быстро обменять тезер на фиатную валюту, то есть продать тезер за гривны или рубли, можно также в этом приложении. Процедура аналогична процедуре покупки, о которой я рассказывал ранее. В целом USDT является довольно простым и быстрым способом перевода средств, а также фиксацией позиции при торговле криптовалютами. Тезер обеспечивает необходимую мобильность на рынке, возможность безграничных переводов и существенно снижает временные затраты при работе через банки. На сегодня все. Спасибо, что смотрите. В комментариях делитесь своим мнением касательно USDT и кейшами использования токена. С вас лайк, колокольчик и подписка. А с меня новые интересные видео. Пока!